Привет, друзья! В этом видео мы обсудим еще одно слово из списка самых полезных русских слов. Такими словами я называю глаголы, которым можно прикрепить разные приставки и получить новые значения. Сегодня мы будем обсуждать глагол брать. Если это видео вам понравится и будет полезным, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями. Я уверена, что вы знаете пару глаголов брать-взять. Но сегодня мы будем обсуждать только глагол брать. Давайте сначала посмотрим на то, как спрягается этот глагол. Итак, я беру, I take, ты берешь, you take, он, она берет, мы берем, вы берете, они берут. В прошедшем времени это абсолютно нормальный глагол. Он брал, она брала, мы брали. As I said, брать is the imperfective verb from the pair. But today, when we attach different prefixes to it, it will actually become defective. And the imperfective verb of the new pairs will be formed with the stem берать. So, берать and брать are the two stems that we are going to discuss today. Итак, наша первая пара, я уверена, что вы знаете эти глаголы, выбирать-выбрать. To choose, to select. Выбирать-выбрать. As you can see, we took the word брать, we attached we to it, and now we have a new verb. Выбрать. To select one time. Выбирать. To select, to choose habitually. Давайте посмотрим на несколько примеров. Первое. Вы уже выбрали подарки на Новый год для своих близких? Вы уже выбрали подарки на Новый год для своих близких? Пожалуйста, обратите внимание, что в слове выбрать у нас смещается ударение. We have a shift in stress. Обычно мы говорим брали, но в этом конкретном случае у нас выбрали. Ударение падает на и. Выбрали. Следующий пример. Не могу выбрать, в каком платье пойти на день рождения. Не могу выбрать, в каком платье пойти на день рождения. Или же давай выберем время для встречи. Давай выберем время для встречи. Обратите внимание, что в этом случае, опять же, у нас смещается ударение. Обычно мы говорим берем, у нас там буква Ё, но в данном случае ударение падает на И, и поэтому буква Ё заменяется буквой Е. Не выберем, например, а выберем. Давай выберем время для встречи. Пара номер два. Избирать, избрать. To elect. Например, в России президента избирают на шесть лет. В России президента избирают на шесть лет. Или в Америке скоро изберут нового президента. Изберут – это будущее время, да, потому что избрать – это perfective. И когда мы спрягаем глаголы совершенного вида, мы получаем будущее время. Третья пара. This time it's reflexive. Добираться, добраться. To get somewhere. Например, скажите, пожалуйста, как добраться до аэропорта? Скажите, пожалуйста, как добраться до аэропорта? Или напиши мне, когда доберёшься до дома. Напиши мне, когда доберёшься до дома. Доберёшься – это будущее время. Я беру, ты берёшь. We add the door and we add the sea. Ты доберёшься до дома. Четвёртая пара. Забирать – забрать. To pick up, to collect. Например, мне нужно забрать одежду из химчистки. Мне нужно забрать одежду из химчистки. Или я заберу ребёнка из детского сада. I will pick him up. Я заберу ребёнка из детского сада. Будущее время. Номер пять. Набирать – набрать. У этого слова есть несколько значений. Первое – это звонить по телефону. To dial someone. Скажем, набери меня, когда будешь дома. То есть позвони мне, когда будешь дома. Набери меня. Бери is the imperative form. Набери. Here it has the same form. Набери меня, когда будешь дома. Также можно набрать скорость. To gain speed. Например, эта машина набирает скорость за несколько секунд. То есть она разгоняется очень быстро. Эта машина набирает скорость за несколько секунд. Набирает – это imperfective. Обычно. Обычно привычно. Набирает скорость. Также можно набрать вес. За карантин многие люди набрали лишний вес. За карантин многие люди набрали лишний вес. Также мы можем сказать, что самолет набрал высоту. To gain altitude. Самолет набрал высоту. Ну и, наконец, если человек очень устал или болеет, мы можем ему сказать «набирайся сил». Набирайся сил. Или вежливо «набирайтесь сил». Номер шесть. Более разговорный вариант. Пора обирать, обобрать. Это то же самое, что ограбить, украсть. To steal, to roam. Например, воры обобрали квартиру. Воры обобрали квартиру. То есть, воры ограбили эту квартиру. Также эти слова означают to rip off. Например, его обобрали до нитки. He was completely ripped off. Его обобрали до нитки. Номер семь. Отбирать, отобрать. Ну, скажем, ребёнок заплакал, потому что у него отобрали игрушку. Ребёнок заплакал, потому что у него отобрали игрушку. Также отбирать, отобрать означает to select. Ну, в магазине вы можете прочитать. Мы отобрали для вас лучшие товары. We have selected the best goods for you. Мы отобрали для вас лучшие товары. Selection process – это процесс отбора. Номер восемь. Подбирать, подобрать. Во-первых, это означает to pick up physically. Я могу сказать, подбери, пожалуйста, одежду с пола. То есть, на полу лежит какая-то одежда. Я хочу, чтобы человек её подобрал. Да, pick it up. Подбери одежду с пола. Второе значение пары подбирать, подобрать – это тоже to select. Но оно немножечко отличается от предыдущего, от отбирать, отобрать. Слово подбирать может быть использовано, например, в агентстве по подбору кадров, по подбору персонала. HR, staff and agency, да? Они могут сказать, мы подберём для вас прекрасных работников. То есть, мы найдём для вас прекрасных людей, которые будут на вас работать. Мы подберём для вас прекрасных работников. Подбирать, подобрать. Номер девять. Перебирать, перебрать. У этой пары есть несколько значений. Первое – это to sort through. Например, вчера я полвечера сидела и перебирала старые фотографии, старые книги. То есть, я их просматривала, да? Я их перебирала. I was sorting through them. Перебирала старые книги, старые фотографии. Или я перебираю в голове все возможные варианты. То есть, я думаю, какие есть у меня варианты, да? Я перебираю их в голове. Следующее значение этого слова – to take too much. Очень часто мы используем его, когда говорим про алкоголь. Если человек слишком много выпил, мы скажем, он перебрал с алкоголем. Да, он перебрал с алкоголем. То есть, он слишком много выпил. Или, если кто-то скажет, что это слишком жесткое другому человеку, другой человек обидится, мы можем сказать первому – ну, ты перебрал. It was too much, да? Ты перебрал. То есть, ты перегнул палку. Это было слишком жестко. Too harsh. Еще одно значение слова «перебирать» – это to be picky. Очень часто это слово используется, когда говорят про девушек, которые не могут выбрать себе жениха. Или про парня, который не может выбрать себе невесту. И очень часто их спрашивают, ну, почему ты перебираешь? Why are you so picky? Почему ты перебираешь? У этого слова есть и другие значения, но мы обсудим сегодня только эти три. Номер десять. Тут две пары, они очень похожи по значению. Первое – это убирать-убрать. Второе – прибирать-прибрать. Или же прибираться-прибраться. Убирать-убрать означает to clean. To clean the apartment. Прибираться-прибраться – это более разговорный вариант. И он означает, что вы убираете чуть-чуть. Я могу сказать «завтра я уберу квартиру». I will clean my apartment tomorrow. Завтра я уберу квартиру. То есть, наверное, я буду убирать всю квартиру. Если я скажу «завтра я приберусь в квартире», это тоже может означать, что я уберу всю квартиру, но это звучит более разговорно. И, может быть, я имею в виду, что я уберу чуть-чуть. Например, протру пыль, помою полы, но не буду делать генеральную уборку. Прибирать или прибираться – прибрать-прибраться. Номер одиннадцать. Собирать-собрать. To collect, to assemble, to gather. Например, можно собирать грибы и ягоды. To go mushroom picking, to pick berries. Собирать грибы, собирать ягоды. Можно собирать мебель. To assemble furniture. Собирать мебель. Можно собирать чемодан. To pack your suitcase. Собирать чемодан. Также, конечно же, есть слово «собираться», «собраться». «Собираться» означает «together». «Мы с друзьями собираемся каждую субботу в этом кафе». «Мы с друзьями собираемся каждую субботу в этом кафе». Или же это слово означает «to be planning», «to be going to». «Я собираюсь поехать во Францию в следующем году». «Я собираюсь поехать во Францию в следующем году». И последняя пара, номер двенадцать. Разбирать-разобрать. Это означает «to disassemble». Например, перед переездом нам придется разобрать всю мебель, а потом опять ее собрать. Разобрать и собрать. Также это слово означает «to understand». Например, «я не могу разобрать, что он говорит». То есть, «я не могу понять, что он говорит». Или «я не могу разобрать его почерк». То есть, «я не могу понять, что написано». «Я не могу разобрать его почерк». Ну и также у нас есть reflexive form. Это «разбираться», «разобраться». И в данном случае это означает «to analyze». «Давай разберемся в том, что произошло». «Давай разберемся в том, что произошло». То есть, «давай проанализируем», «давай поймем, что же произошло». Вот так, друзья. В этом видео мы разобрали основные варианты глаголов, которые сформированы от основы «брать». Конечно же, есть еще другие слова, но тогда это видео продолжалось бы очень и очень долго. И у тех слов, которые мы сегодня обсудили, могут быть и другие значения, о которых мы сегодня не поговорили. Но я постаралась охватить все самые основные. Если это видео вам было полезно, если оно вам понравилось, пожалуйста, дайте мне знать лайками и комментариями. И не забывайте подписываться на канал. Спасибо большое за вашу поддержку и внимание. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.